И в продолжение темы выборов, курсом на стабильность на Ямале, по предварительным данным, свыше 85% северян отдали свои голоса за Владимира Путина. Явка составила 91,9% от списочного состава избирателей. Губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин выразил жителям Арктического региона благодарность за патриотизм и активное участие в главных выборах страны. Отмечу по показателю явки, Ямал занял второе место среди 85 субъектов Российской Федерации. О том, как прошло самое обсуждаемое политическое событие года, расскажет мой коллега Павел Прожогин. На выборах президента страны в Новом Уренгое работал 41 участок. Для удобства тех, кто в воскресенье стоял на трудовой вахте, 4 помещения для голосования открылись в 6 утра. На участке номер 611 многолюдно. Несмотря на ранний час, новоуренгойцы и гости города активно включились в электоральный процесс, чтобы сделать свой выбор перед началом трудовой смены. Наши граждане очень активно уже проголосовало, по моему, по первым данным, более 200 человек. Поэтому, как бы, вы сами видите, что идет поток населения. Мы постоянно находимся в рабочем режиме, но надеемся, что это будет также продолжаться до конца рабочего дня. Чтобы отдать свой голос в числе первых, люди приходили к открытию участков. Не время сидеть дома, когда решается судьба России. Не только для меня это важное событие, важное событие для всего народа. А почему? Потому что все-таки в любой семье должен быть глава. И глава должен быть надежный, честный, порядочный, чтобы нам было тихо, спокойно и надежно. В главный для страны день арктический регион традиционно проявил высокую гражданскую активность. Люди выбирали сильный Ямал, крепкую самостоятельную и свободную страну. С утра вместе с земляками на избирательный участок пришел губернатор округа Дмитрий Кобылкин со своей супругой. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона подчеркнул, северяне всегда ответственно подходят к своему выбору. Ни Насте и ни повод остаться дома в такой день. Я не думаю, что погода повлияет, потому что у нас жители живут в таких условиях довольно-таки давно. Событие знаковое для России, для Ямала, поэтому людей уверен, что будет много. Как всегда, вместе с семьей пришел на выборы и глава города Иван Костогрис. Кстати, участок, на котором традиционно голосует градоначальник, один из самых крупных в Новом Уренгое. Мы выбираем не просто президента, мы выбираем тот курс, по которому будет двигаться наша страна, чем будет заниматься правительство, каким образом будет определяться будущее каждого из нас, в том числе наших детей. Семья Терещенко пришла на участок в полном составе. Как руководитель Новоуренгойской сферы образования Михаил Терещенко уверен, за воспитание в ответе родители и только потом педагоги, а тем более, если речь идет о формировании гражданской сознательности. Дети должны с малолетства приобщаться к очень важному и значимому для нашего общества событию к выборам президента Российской Федерации. Ну и вообще формируем культуру будущего избирателя. Если человеку добраться до участка не позволило здоровье, его посетили члены выездной комиссии. Как правило, на дому голосовали инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и зрения. Несмотря на недуг, граждане стараются быть сопричастными к главному событию в стране. Проголосовал за кандидатов в президенты России. Чтобы все было у нас в стране хорошо, чтобы все было замечательно. Вот. Настроение хорошее. Вот. Все так прекрасно. Солнышко светит. Среди избирателей много молодежи. Для тех, кто впервые опустил бюллетень в урну, это событие запомнится надолго. Представительницы прекрасной половины человечества, будущие имамы, к выборам президента подходят рассудительно. С каким настроением сегодня пришли? Что для вас выборы? Ну, для меня это очень важно, потому что я первый раз голосую. И я хочу тоже принять участие в поддержании своей страны, сделать свой выбор. Поэтому я подумала, приняла решение. На Ямале за выборами президента России следил ситуационный центр общественных наблюдателей. Голосование прошло без скандалов и конфликтов на участках. В единый пункт сбора информации поступило более 5000 сообщений от наблюдателей. Тревожных сигналов с мест не зафиксировано. Явка, которая сейчас есть, она прогнозируемая, опять-таки. Нет ничего удивительного в том, что на Ямале все достаточно спокойно. Наблюдатели пока не высказывают каких-то претензий к избирательному процессу. Это очень хорошо. На вуренгойце в день выборов проявили единодушие и активную гражданскую позицию. А специалисты территориального и участковых избиркомов сделали все, чтобы голосование прошло в максимально комфортных условиях. У нас приняло более 58 тысяч граждан участия в выборах, что составляет 92% от числа включенных избирателей в список избирателей. Больше всего голосов набрал кандидат Путин Владимир Владимирович Самодвиженец 83%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал в Новом Уренгое 8,75% голосов. Выбор в пользу Владимира Жириновского сделали 4,97% горожан. Остальные претенгенты на пост главы государства не смогли преодолеть барьер в 1%. Павел Прожогин, Людмила Завгородня, Николай Александров, Артур Цивилюк, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова